Мамуль, пока-пока. Давайте, пока. Хорошо, спасибо. Тебе счастливо осталось. Все, спасибо. Так, ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Привет-привет. Мы опять сбежали от тещи в очередной раз. Едем в тур. В этот раз мы направляемся в город Уси. Это что-то вроде как под Шанхаем находится. Погода там немного прохладнее. На градусах 5, может быть. Это хорошо. Но будет похолодание около 15 или 16 градусов. Короче, естественно, теплые вещи с собой. Вот. Едем на пару дней, но так получается, что я сразу же иду во второй тур. То есть еду во второй тур. Так как, ну, Катя не может прям надолго так покинуть дом, маму. Потому что у нее остается совсем немного времени еще побыть здесь. Ну, и она, в общем, хочет побыть с детьми, с мамой там сейчас и так далее. А я еще поеду в следующий тур. Но об этом чуть позже, как говорится, поснимаем обязательно. Буду уже один там на 4 дня. Приходится наблюдать город с картинки. Потому что время уже ночь. Мы прилетели в город Уси. Пить хочется. Давай. И у нас еще рейс задержали, ребят. Что-то на час, да, примерно где-то. В общем, время 12. Первый час почти уже, да. Сейчас нас должны еще встретить. Мы, конечно, тут еще как в Гуанчжоу по-летнему одеты в шортах до футболках. А люди смотрят, что-то куточки надевают. В общем, сейчас выйдем на улицу и посмотрим, что там. Должно быть прохладнее. Здравствуйте. Так, меня Слава зовут. Вас как? Даш. Нас еще, ребят, встречают. Тур, я так понимаю, уже начался. Мы кое-что пропустили, я так понимаю. Да, да, да. Ну, ничего. Мы ночью по каналам ездили. Ночью? Ну, вечером. Вечером, ясно. Ну, завтра, в общем, ребят. Все, увидим завтра. У нас еще два дня. Ну, это у нас новый город. В копилку город Уси. Первый раз. Вот, честно слово, большой город. Я с Виктором общался до этого. Он сказал, что... Ну, типа как Донгуань рядом с нами. По населению. Температура здесь, дорогие друзья, 16 градусов показывает, но по ощущениям градусов 20. Не холодно. Я смотрю, вот все ребята, так, что-то кофточку там, куда-сюда. Дверь даже нам открывают. Интересно. Что, чемоданы, говорят, возьмут? Интересно. Сей, сей. Сей. Так, ну что, заселяемся. Обзор номера, как обычно, ребят. Ой, смотри, как много. Говорим. Опотом. А, карта такая. Да, кстати, вот, не хватает. Иногда приходится карты просить. О, какой номер классный. А что, так можно что-либо? Я чувствую, что в этом туре будет очень даже классно. Отелью, как нам сказали, насчитывается больше ста лет, дорогие друзья. Около ста лет, да. Около ста лет. Но я не чувствую, может быть, снаружи. В общем, ну, внутри очень свежо, хорошо. Мы остановились на озере. В каком-то парке. Озеро называется... Сиху. Сиху. Вот, понимаете? Здесь большая душевая ванна. Все так классно. Чистенько. Душевая ванна. Так, ну, в принципе, вообще так мне нравится. Да, свежо. Свежо, красиво. Здесь у нас вода, чай. Мини-бар. Мини-бар. Другими. О, реальный мини-бар. Халаты завезли, нет? Есс. А гладильная доска есть? Есть. Есть очистители воздуха, как бы. И вот такая шикарная. Ну, классно, мне нравится. Уютненько, да? Уютненько. Нам сказали, что вид должен быть с окна. Это понятно, что на камеру сейчас ничего не это. Но я попробую вам. Я вижу воду. Да. Есть вид. Есть вид на озеро, дорогие друзья. А, балкона нету, да? А вон еще и колесо обозрения. А и завтра. Завтра, ребята. Это завтра обязательно покажу. Сейчас отдыхать, потому что ночь уже. Два часа ночи. И увидимся завтра. Вау. А вот он и вид с утра. Доброе утро, дорогие друзья. Семь утра. Я, конечно, туры люблю. Но вставать рано. Это, конечно, да. На улице прохладно. Граусов 15. И потрясающий вид. Сразу же, не отходи от кассы. Нам дали карту. И поедем на таком экскурсионном автобусе. Беспроводная зарядка какая-то? Не работает? А, работает. Работает, работает. Потому что я первый раз путешествую с такой маленькой группой. В таком большом автобусе. Смотрите, большой автобус у нас. В таком мы катались только в Гуанчжоу. Так, ну у нас, в общем, очередное мероприятие. Так, ну у нас очередное мероприятие. Приехали в парк. Достаточно красивый. Провезли нас на двухъярусном автобусе. Немного показали город. Церемония открытия мероприятия. Очень приятно. Нам подарили вот такие ждущие. Представляешь, мне тут... Что за информация? Вот то, что вот это много-много по-китайски говорили, да? И мы не все поняли, да? В общем, нам тут перевели. Нам выдали сертификаты, которые действуют в течение года на все достопримечательности в ход бесплатный. Ну что, надо в УСИ туда и ехать тогда? Что, вот так вот берешь с собой эту табличку и пошел. А давайте сейчас проверим. Пусть от нас парк, нет? Правда, а что если пойти проверить, сколько до Шаутсиэн там сказать, сколько стоит? А у меня вот это видел? Мы идем, в общем, дорогие друзья, в парк. Где же этот вахтер, чтобы я ему показал мой билет? Так, у меня билет. У меня билет. Ничего никто не спрашивает? Это развод. Здесь все парки бесплатные. Где? Это парк бесплатный, что ли? Я хочу протестировать эту штуку. Блин. Сказали, надо паспорт, надо фотографию вот с этого мероприятия. Вот эту штуку, говорит, на грудь. Вот так вот повешивали. А сейчас идем на завтрак. Кстати, пока было выступление, они, конечно, славятся своими достопримечательностями. Собственно, вот они как раз и говорят, что приезжайте в течение года на наши достопримечательности. И еще Уси славятся своей едой. Ну, мы пока это утверждать не будем. Пока мы не попробуем. Да, очень много еды. Сказано было очень много еды, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok Завтрак, это, я так понимаю, не очень плотно. Вот. Там даже речная змея даже была на столе. Но она ушла. Вон, к ребятам ушла. Да, я не знаю. Так, это тофу, точно. Все уже попробовали вот эту булочку. На камеру, столько камер снимала. Булочка. Завтрак, это не плотно, я понял. О, Настя, слоеночка идет. Ничего себе. Сладкая, да? Она немного сладкая. Непонятно вкусно. Немного соленая. Ну, так приходится есть. Я не привык, столько камер. Помимо того, что мы снимаем, нас еще снимают. Вот, потому что этот город не только достопримечательность, а я, как я вам уже говорил, и еда. А что внутри? Блин, мне нравится. Очень вкусно. Слоеночка. Внутри что-то, типа, на бобы похожее какие-то, да? Сладкая, соленая такая, интересная. Так, пробуем тофу. Выглядит неаппетитно, если честно. То есть, тофу в какой-то жиже. Вот, но... Сейчас попробуем. Сквашенной капустой, тофу. Но вот, что это такое в виде бульона, в виде какой-то желеобразной. Очень необычно. Вот, если честно, подошел бы, не взял бы. А вот поставили, попробую. Вот это мне кажется, тофу. Как вымоченный хлеб такой, знаете. Да, похоже на хлеб. По-китейски называется ся лон бао, да? Да. Это местное, в Уси, в провинции, ну, и в городской. Сладкая, правда? Чуть-чуть сладковатая. Ну, очень хороший вкус, ароматная. Бульон, да, внутри есть? Ну, интересно, но сладковато. Да. Говорят, что в этом Ницце есть маленькая... А, я вижу, маленькая рыба. С рыбой. Вот, 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 вот. Рыба тоже сладкая. Вижу, тут мало вообще, смотри. Есть рыбный вкус? Нет, вот, вкус яйца. Сказали, ешьте, обеда не будет. После завтрака что-то все приуныли, так как мы вчера еще поздно легли с этим приездом. В общем, глазоньки так, найти, я вам хочу сказать, закрываются. Но, мы же на экскурсии. Идем вот в этом же парке. Как парк называется, я, наверное, наложу. В общем, идем гулять. Смотрите, у нас есть билет. Вот так вот. Кейма. Все. Работает. Все, я проверил точно. Мне больше нравится, как бабушка позирует. Не мог не удержаться вам заснять. Ну, красиво, слушайте, они тут цветочки поставили. А, кто? Вы посмотрите, какая красота. Как этот парк бы не назывался, я бы его назвал бы парк цветов. Мы продолжаем фототься. Есть вот такие вот места. Вот, допустим. И место, на котором вот сейчас сидит наша участница, отшлифована. Значит, здесь надо фотографироваться. Кстати, вот по поводу того, что здесь надо фотаться. Смотрите. Здесь есть лауэй, лауэй, лауэй. Лауэй. Погуляли мы примерно по парку два часа. То есть сейчас у нас сколько? Пол двенадцатого. И что вы думаете у нас по плану мероприятия? Обед. Мы, естественно, еще не проголодались. Мы еще не готовы. Да, но нас вот ведут. Нас не спрашивают. Нас ведут в ресторан. Рыбий суп с перемешкой. Пробуем. Что там внутри непонятно. Сейчас попробуем. Уха прям вообще. Бульон вкусный вообще. Много зелени с яйцом, кажется. И, кстати, все сидят, все спокойные, все наелись. Еда спокойно стоит, катается сама по себе. Вот это вот желудки с ростками. Очень вкусно. С острым бульончиком. Это черепаха с какими-то очень полезными плодами. Гинка называется. Вкусно? Говорят, много нельзя есть. По чуть-чуть, правильно? Ну да, но очень полезно. Так, черепаху мы тоже не пробовали. Вкусное копченое сало. Суп пуха попробовали в самом начале. Очень вкусная. Вот эта вот пельмешка с капустой. Прям очень вкусная понравилась. И она варится прям более. Сейчас мы приехали в музей. И здесь мы видим резьба по бамбуку. Ну вот это у нас работа где-то полгода, говорят, делается. Это несколько месяцев. Два месяца, что ли. Ну и цены, да, понимаете. Вот, смотрите, много мелких деталей. Очень ровной линии. И цена 15 тысяч яй за дощечку. Кайма? А? Кайма, сей, сей, сей. Так, здесь девчата творят вот эту всю красоту. Смотрите, как рабочее место выглядит. Телефон обязательно фоном, наверное. Так, это материалы, получается. Вот, и вот, собственно... Прям не смог бы. Вот, прям не моё. Сидеть, вот это, знаете, ковырять. Мне нравится, знаете, что-нибудь, типа, вот, там, телефон разобрать. Ну, конечно, не разбирал, но мелкая, в общем, техника нравится. Еще это вот. Залипательная, когда разбирают там телефоны и так далее. В общем, больше по технике, чем по дереву. В общем, сложная работа. Здесь это все обрешивается. Вот мастер сидит. Самое интересное, то, что эта картина с той стороны выглядит точно так же. То есть, там нет узелков. Ручная роспись. Не знаю, законченная это или нет. Ну, что-то похожее будет, да? Законченная. У нас сейчас будет кружок от шмелой ручки. И вот, 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 вот. Вот это, да, 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 это очень хорошо. Это очень трудно. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны. И это еще более плотно. Сейчас у нас есть много остальных части. Здесь у нас есть много лыжок. Таким образом, мы можем сделать четыре пальца. Миня, у меня есть четыре пальца. я понял что надо поближе к учителю сидеть смотрите у нас все получилось варежка говорят мужская рука получилось на уже получается сделала с браслетом с рукавом и вот пальчики так вот изящно так руки грязные и вот у нас совместно получается получился вот этот товарищ заяц разными руками и накачанными губами в общем вот у меня получилось вариант рукавом говорят прям варежка мужская варежка и смотрите как выглядит вот это рука тоже оригинале так от профессионала у нас новая автобус музей города уси дорогие друзья вот этому кинжалу две с половиной тысячи лет сказал мощно очень много не снимая а мне кажется неинтересно будет очень много древних вещей которых находятся в этом музее в целом для общего так сказать лицезрение нет развития не потому что она рассказывает там рассказывает но по-китайски мы приехали на следующую локацию ворота очень древние что-то 1600 1600 год солнышко к этому времени уже вышло и найти очень комфортно не жарко в тени прохладно вот на солнце я вышел благодать вообще как летом сибири катя дочка идет сувениры хотя правильно понял что опять еда будут видимо проголодались мозга за голодные нас опять усадили и с такими закусочками орехи после обеденный чай они тут вообще когда-нибудь дайте хоть до ужина проголодаться черный чай вместе с чаем вместе с этими пряниками у нас шоу у нас в общем наши участники тура за вот их видимо для фотосессии или что наряжают ну прикольно да так нарядно да сразу полтора часа дороги и мы в деревне байта деревня байта в общем что вы понимали что мы сейчас будем делать смотреть достопримечательности нет ужин они видимо хотят чтоб мы отсюда выкатилась они здесь не здесь извините вообщем ужин мы на раз этого тура точно выкатимся очень симпатичная деревня и вы знаете холодно уже прям кофту хочется надеть ну что ребята опять есть чуфан посмотрите на это оформление короче сладкая свинья мы тут захочем с ребятами все сладкое но вот это наверно не сладко я хочу попробовать черный рис без сахара короче взял обычный рис вкус риса ну так это шкварки очень жирная свинина с какой-то фасолью что я посыпана сахаром кляр жирного там много это вообще какое-то неведомое блюдо мне кажется крахмала зелени много и суп муж сейчас попробую мы свой такой наш вкус зелени очень много крахмал сладко мне кажется составе сахар но соленый вкусно бульон такой как будто бы а сейчас мы идем на шоу нас вот уже без дощечки наши знаменитые узнают и пускают везде это конечно вау ай молодцы круто круто мне понравилось они конечно взяли вот эту фишку ну мы предположили что это раскаленный магний мелко-мелко такая типа стружка нагревается и потом бросается и вот эти искры образуются в общем очень красиво это было прям фишка их ребята старались холодно но выступали ходили по воде шикарная дошла все классно традиционно обзор а я а я вам хочу сказать что прям все новое здесь в этой деревне и буквально вот чтобы понимали шоу было рядом традиционно обзор чисто новое я замерз здесь дополнительное одеяло халатов не завезли катя две кровати положено чистенько беленько день подошел к концу отдыхать с подсветкой среди какой красивый номер получился у меня такой голос какой-то смешной что с добром утром проснулись в потрясающем месте отель совершенно новый это мы еще убедились по вчерашнему номеру мы проснулись позавтракали и идем смотреть что здесь еще есть но это сегодня заключительный день сегодня уже вечером едем в гуанчжоу обратно а у них тут свой собственный музей старых вещей телевизор шарп мебель старая посмотрите на эту стиралку магнитофон однокассетный вот он двухкассетный вот он рвет вообще так и конечно же набор видеоблогера имеется вот он ну и смотрите телефоны какие были кати нравится туре ой вообще классно тебе точно нравится тур вообще потрясающий какой-то да остановитесь уже хватит хвастаться отель нам показывают все так красиво да вот тут прям целая коллекция слушают и иностранные алкоголь есть написано смотреть можно трогать нельзя мы это с катей прошпионили сколько стоит номер вот по крайней мере вот в этом отеле 400 и больше юань номер начинается собачка а ты чё такая некрасивая тут все такие красивенькие ты чё такая некрасивенькая что собачку не причесали блин а очень занимательное дело ребята говорят если ты хорошо сделаешь чайничек он будет очень красивый замечательный вот такой весь и сами себя то этот чайничек может продаться за 10 тысяч юаней и более так сейчас мы приехали на чайные плантации будем собирать чай выдали корзину ну я еще рискнул надеть вот это надеть на себя ну что идем собирать чай интересно если бы это у нас в россии такой был аттракцион как бы он выглядел да это реально из всего аттракцион сделать даже из буруча у нас это как картоху копать лопату зубы и давай без всяких этих шапочек чаем понятно не пахнет потому что он еще не ферментирован ну в копилку уже есть молодые да и с отростком вот смотрите вот это прям хорошо какой чай зеленый зеленый а еще это вопрос когда нам паспорта наши отдадут пустите меня сказали пока полный корзин не наберете вас не отпустим блин так ускорились как давай быстрее все наши компании мы собрали высокий чай у нас скорее всего выпустят после того как мы собрали чай чай отправляются вот такие вот печи очень жарко сушится чай это конечно классно но животина что получилось в итоге у ребят я так понял это весь наш урожай что-то как-то его было в корзине больше сейчас он вообще уменьшится черт подери извините ребят просто потерял кучу чая все что мы собрали так ну вот в общем наш чай который мы сегодня собирали ганбэ ганбэ очень вкусно поверить даже не могу собственного производства ну что у нас опять обед пробовать тофу с грибами это вонич тофу кстати не жареный а вареный хлор живем вам кто в Akil даже какой-то необычный с мясом с травой все чем не понятно рис очень вкусный Вкусно? Мне нравится. Листья в кляре, что ли? Обжаренные. Сладкая горёгана. Мягкая, нежная, но сладкая. Раски бамбука, что ли? И кусочек сольца. Так, ещё нам принесли какие-то штучки с горлодёром. Хлеб с горлодёром, да? Горячо. Что-то непонятное. Суп с рыбой. Уха вообще зачётная. Но почему в конце? Непонятно. Чувствуется имбирь наверное вообще. Горячая, не сладкая. Сегодня как-то прям по-особенному было вкусно. А вид какой потрясающий. Пришло время прощаться. Пока девчата. Увидимся. Приятно было познакомиться. Я сейчас расплачусь. От нашей группы совсем немного осталось. Ты, да я, да мы с тобой. Трое человек. И наш корейский блогер. У нас перенесли рейс, дорогие друзья. Перенесли рейс на 2 часа. И он будет поздно вечером. Часов в 10. Поэтому у нас есть время погулять. Нас привезли в город Уси. И мы вернулись. И это самое популярное место здесь. Еда. Погулять. И вот все, что с этим связано. В общем, мы сейчас проведем время здесь. Как все-таки интересно наблюдать бывшие ковидные комнаты. Пустуют. Пыляться и все, больше не работают. Все, конец вирусу. Так, а сейчас мы заходим на улицу еды. Мы, знаете, сейчас что, наверное, посмотрим. Но есть не будем. Потому что, ну, обед еще не переварили. Перцем прям все посыпано. Сосиски всякие, мясо. Пахнет вообще нереально. Ракушки или улитки. Крабы. Ой, не крабы, как они. Это раки. Раки, хвостики. Осминожки. Осминожки, улитки. Как гулять по улице, когда ты сытый, я вообще не поймаю. Супчик из требухи, пожалуйста. Очередь, очередь, очередь. Куда? Куда? За копытами сжаренными. Сало. Жарится. Фельмешки. Да что ж такое, а? А как гулять-то, а? Да как гулять-то, а? Вы посмотрите на эти ноги. Здесь жарят вонючий тофу. Запаха на всю улицу. Кукуруза с сыром. О, деликатес. Вот это я точно буду. Это, ну вы поняли, да? Зародыши. Да. Он уже baby chicken. Видно, короче, ногти, клюв и уже оперение. А вот это я прям точно есть не буду. Собственно, беляши. Как выглядят. Мы, короче, идем дальше гулять. Нагуливать шаги на аппетит. Прошли улицу еды. Сейчас пошли на пешую улицу. Наш корейский блогер не удержался. Съел устрицы, копыта и мороженым шлифанул. Я говорю, ну часов в семь нормально будет поесть. Он говорит, а я еще в семь поем. Молодец. И сейчас он рассказал нам про какое-то место, где готовят очень известный молочный чай. Говорит, там очень много народу, место очень популярное. И это место есть только в Бухане и здесь Уси. Еще не открылось в Пекине, он сам из Пекина. Ни в Пекине, ни в Гуанчжоу. Нигде нету этого места. Ну, этого чайного магазина. И поэтому я должен, говорит, здесь попробовать. Когда, говорит, я был в Чанша, я выпивал каждый день по три кружки этого молочного чая. Я говорю, ну ты же не любишь молочный чай. Говорит, ну этот мне нравится. Заинтриговал. Да, заинтриговал. В общем, мы тоже хотим попробовать. Мы, конечно, дико извиняемся, что мы это все прошли безобразие. Ничего не попробовали. Правда, мы пообедали совсем рядом. Тут вообще обед был и еще даже не проголодались. Вот это место вы наблюдаете. Вот это чайная сетевая. Вы посмотрите эту очередь. Мы, когда сюда подходили, ребята, которые отстояли очередь, они купили этот чай и предлагают, вы можете купить. Ну, естественно, с наценкой. Я не знаю, мы будем стоять, мы будем вообще пробовать этот чай. Н großes. Здравствуйте. Здравствуйте что ж? Уши? Уши? Уши. Уши? Уши, Lei же? Уши 50 рублей? Готовysz бы. Готовый. Холодный какой, ну все, в принципе можно настоять, на любого дуфа. Я вообще не понимаю, сладкий, холодный, но чай какой-то цветочный, да, как будто бы. Все, попробовали, очередь не надо стоять. Ребята с чаем спросили, сколько стояли в очереди за этим чаем, больше часа стояли и в одни руки дают не больше двух стаканов. Хороший бизнес, я хочу сказать. Да, и все покупают по два. Все берут два. Хочу, не хочу, берут два. Нас ребята привезли отведать местной рыбы с квашеной капустой. Так как у нас скоро дорога, поэтому аккуратно, без бульона, просто рыбу. Ай, как я люблю это блюдо, ну вы знаете. Очень вкусное здесь блюдо. Так, и берем вот это вот, что это? Какая-то хрустяшка. Вообще у нас какой-то ядовой трип получился, правильно? Так, еще нам принесли капусту жареную и вот суп, вот такой вот киселеобразный. Попробуем. Соленый, кстати. И отдают кунжутом. Ну вообще, вообще вкусно. Как бы он не выглядел. Мы в аэропорту, все. Наш тур подошел к концу. Мы, кстати, с нашим корейским блогером. Вместе летим в Гуанжолу, он там едет по делам. Вот. Вообще, я так понял, мы будем часто с ним встречаться, потому что он часто ездит. Про уси хотелось бы сказать. Короче, тур был интересный. Мне очень понравился. Еда нам, в принципе, понравилась, но она немного сладкая. Да, очень много сладкой еды, сладкое мясо, сладкая рыба. Немного странно для нас. Необычно. В принципе, интересно. Но интересно попробовать такие блюда. Где мы еще? Мы же не придем сами в ресторан, не закажем такую еду. Ребята, обязательно поддержите лайком, любым комментарием. Знаю, больше вам заходит, конечно, все-таки домашние влоги, но нас стали приглашать все чаще и чаще. Я хочу поездить, понимаете? Да, для нас... Поддержите меня. Поддержите, пожалуйста. Так, но для нас это очень интересно в том плане, что мы узнаем новые интересные места. Я надеюсь, вам тоже интересно путешествовать вместе с нами. Тоже посмотреть другие города, другие места, какие-то достопримечательности. Да, потому что поедем мы сюда, не поедем. Без понятия. Но вот пригласили, съездили, классно, все понравилось. Да, узнали какие-то для себя пометочки делаем. Потому что предыдущий тур, в котором на хренане мы были, мы прям пометку сделали. Конкретный отель, конкретное место, да. Здесь тоже, как бы, ставим себе галочки, куда стоит поехать еще раз, побывать семьей и так далее. Вот прямо сейчас обязательно лайк зарядите, ну, что-нибудь напишите. И все, увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.